1-1. С таким счетом закончилась встреча Саратовского Сокола с Калининградской Балтикой. По итогам игры наши футболисты опустились на 9 место в Футбольной Национальной Лиге. О других событиях Саратовского спорта расскажет наш спортивный обозреватель Александр Филин. Александр. Спасибо, коллега. Воспитанница Саратовской школы теннис Анастасия Потапова стала лучшей теннисисткой Европы 2014 года. Выиграв итоговый турнир «Теннис Европа Джуниор Мастер 2014». В итальянском «Реджи Ди Калабри» собрались 8 лучших теннисисток Европы. Потапова обыграла румынку Михаилу Лорену Маркулеску, а также Францеску Джонс из Великобритании и Аделу Ёлдич из Боснии и Герцеговины. Россию на турнире также представляли Софья Лансере и Татьяна Макарова. Обе теннисистки проиграли в четвертьфинале, а Анастасия Потапова стала лучшим игроком Европы этого года в категории юниоров не старше 14 лет. 5 октября в подмосковном Раменском завершился личный чемпионат России по бадминтону. В турнире приняли участие около 150 спортсменов из различных регионов России. Саратовец Владимир Мальков во второй раз в своей карьере стал чемпионом России в мужском одиночном разряде. В Химках Московской области Саратовский Автодор проиграл команде БК Химки со счетом 63-89. Вплоть до 15-й минуты гости ввели в счете, потом Химки набрали 14 очков подряд, но Автодор продолжал сопротивляться. На 23-й минуте преимущество хозяев было минимальным 45-43, затем разрыв по очкам резко увеличился и до конца матча больше не менялся. 9 октября Автодор играет в Казани с Униксом. На сегодня это все о спортивных событиях. Чем порадуют саратовские спортсмены своих болельщиков я расскажу вам в следующем выпуске программы. Спасибо, Александр.